В ответе за тех, кого приручили, ивановские зоозащитники собрались на площади Ленина, чтобы напомнить об этом всем прохожим. Все чаще в интернете появляются новости о зверских издевательствах над животными. Чтобы это прекратилось, нужно кардинально менять сознание общества. Хотим, чтобы нас поддержал народ в том, что пора бы относиться к животным по-человечески, а не относиться к жестокостью. Вот вся наша миссия в этом и состоит. В руках у митингующих плакаты с требованиями изменений в законодательстве. Пресловутая 245-я статья Уголовного кодекса уверены зоозащитники не работает. За жестокое отношение с животными, если и наказывают, то в исключительных случаях. Полиция, в свою очередь, бездействует, уверены митингующие. Насколько мы наслышаны, ни в одном из регионов, в других городах, такого безобразия, как в нашем, не творится и нет. Поэтому хотим обратить внимание людей, чтобы люди наконец-таки задумались о том, как они будут жить, как они будут доживать, в каком мире они будут доживать. Вот с этой целью мы эту акцию сегодня и проводим, и устраиваем. Выйти с плакатами ивановцев подстегнула недавняя история, которая вызвала широкий общественный резонанс. В приют доставили обезумевшую от боли собаку. Ее пасть была крепко перевязана скотчем. К счастью, животное удалось спасти, а вот обидчиков пока найти не смогли. С животными нужно обращаться добрее. То есть, всякие там питомники на это деньги выделяются, а в итоге они распускаются по карманам и остается только отстреливать. Это неправильно. В том, что к братьям нашим меньшим нужно относиться по-человечески, сомнений нет ни у кого. Впрочем, есть и обратная сторона медали. Все хорошо помнят, как три месяца назад бродячие собаки в местечке Балинора стерзали девятилетнего Ярослава. Спасти мальчика удалось лишь чудом. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.